Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн и сегодня я снимаю видео о покупках сайта iHerb. На днях мне доставили небольшую коробочку с моими продуктами. В основном здесь витамины. Это мой первый заказ с сайта iHerb. Я никогда в жизни не заказывала оттуда. Они не сотрудничают с блогерами, поэтому и весь этот товар я купила за свои деньги. Я сейчас осмотрела видео блогеров, которые покупали с сайта iHerb различные средства. Но почему-то у меня руки ни разу не доходили до этого сайта. Может быть я не нуждалась в тех или иных продуктах. Поэтому я ничего себе не заказывала. Компания DHL доставила эту посылку очень быстро. Но на самом деле меня раздражает DHL, потому что нужно платить 2000 тенге за то, чтобы они растаможили или оформили какую-то таможенную декларацию. Чтобы они привезли вам эту коробку или вообще чтобы вы эту коробку забрали, вам нужно заплатить деньги. 2000 тенге. Раньше это было полторы, но видно после девальвации стало 2000. В общем, вы можете на сайте онлайн все это оплатить. И тогда вам только доставят эту посылку. Я сначала долго сопротивлялась, отказывалась от множества посылок. Говорила, я не буду платить. Нигде ничего не плачу. На касс-почте не плачу. На USPS, по-моему, тоже не плачу. Почему я должна у вас платить? Просто бывают такие компании, случайно отправляют DHL, я их не успеваю просто предупредить. И мне приходится платить деньги, чтобы забрать посылку. И меня это жутко возмущает. Но с недавних пор я уже смирилась с несправедливостью нашей жизни, потому что слишком часто что-то происходит в нашей стране. Ну, я думаю, во многих странах СНГ. Последнее время я уже ничему не удивляюсь. Иногда лучше, знаете, заплатить и мозги не парить и спокойно жить. Все любители, фанатики, органики, welcome на iHerb. Я оставлю все ссылки под этим видео, потому что там шикарнейший выбор. Все из Америки. Наверное, из Америки, если я не ошибаюсь. Если не из Америки, то оттуда точно откуда-то. Либо там Европа. Нет, не Европа, тогда было бы все в Евро. Там Америка, либо Канада. Давайте начну с детских продуктов. Клубничная зубная паста. Я заказала ее для своей дочки. Паста содержит ксилитол 25%. Они содержат глютен, натуральный подсластитель. Еще заказала витаминки для нее. В Алма-Ате я не видела такие витамины. Мы обычно покупали ей мишки. Знаете, в аптеке есть такие мишки. Я не помню, как они называются. Мы покупали ей эти мишки. Они желейные. В нашей стране обязательно детям нужно давать витамины, потому что у нас плохие овощи, плохие фрукты. Особенно, если это зима, осень. Я стараюсь лишний раз даже не покупать ничего зимой, потому что я знаю, что там точно химикаты. Меня подкупили эти витамины Animal Parad Gold тем, что у них очень богатый состав. Просто космический. Я просто сравнивала с другими витаминами. И именно вот в этих витаминках состав мне понравился больше всего. Они не желейные. Они не как карамелька. Они, знаете, больше как таблетки. В этих витаминках присутствуют три вкуса. Вишня, виноград мой любимый и апельсин. Разные-разные фигурки животных. То есть ребенку очень интересно. У меня дочка с удовольствием их кушает. Я попробовала тоже эти витаминки. Они очень-очень вкусные. И чувствуется, что там есть витамины. Дальше заказала для себя и для мужа витамины Opti Woman и Opti Man. Обычно эти витаминки принимают спортсмены. Ну, насколько мне известно, потому что состав, опять же, очень богатый. И эти витамины считаются одними из лучших для мужчин и для женщин. Здесь подобраны все необходимые витамины для нашего организма, для развития, для строения клеток, для молодости, для волос, ногтей, кожи, органов, крови и всего на свете. Я решила их заказать, потому что оно миллион положительных отзывов. Эти витаминки Opti Man мой муж пил раньше, примерно два года назад, когда занимался спортом. Потом он бросил спорт и перестал их употреблять. Я купила себе и ему, чтобы начать снова употреблять витамины. Это рыбий жир, омега-3, фиш ойл. Очень-очень полезно пить омега-3. Я даже знаю, что они способствуют похудению, эти полезные жиры. Отзывы, опять же, были хорошие. Кстати, на этом сайте снизу отзывы различных людей с разных стран. И вы можете почитать. И если вы не знаете, что вам выбрать, то, в принципе, вам даже отзывы немного подскажут, в правильном вы направлении или нет. Еще у меня здесь есть йод. Это морские водоросли, бурые водоросли. Жителям Казахстана я рекомендую пить йод, потому что у нас дефицит йода. У нас нет продуктов, содержащих йод. То есть, очень мало таких продуктов. В Казахстане очень много людей, страдающих йододефицитом. Являются отличным источником морских минералов, в том числе калия, магния, кальция и железа. Это у меня витамин Е. Это у меня фолиевая кислота. В одной таблетке здесь суточная доза фолиевой кислоты. И вообще, девчонки, я советую пить витамин Е, потому что это женский витамин. Это витамин молодости, красоты, а также всего женского организма. Обязательно нужно пропивать витамин Е, наверное, раз в полгода. Думаю, что у многих созрел такой вопрос, почему я покупаю именно на сайте витамины, в Найхерп, типа иностранный сайт. Почему я не покупаю все эти таблетки в аптеках наших. В последнее время я так разочарована в нашей медицине, в наших препаратах, не только в наших, в тех препаратах, которые заводят наши страны, что на самом деле я боюсь даже ходить в аптеку и что-то покупать. В последний раз я пошла в нашу больницу местную. Мне повыписывали множество препаратов. Болезнь у меня была обычная, не буду вдаваться в подробности. В общем, когда я начала пить эти препараты, у меня началась жуткая аллергия, поэтому я долго тоже не могла снимать видео. У меня была сыпь полностью на лице, вот именно на челюсти, возле рта. Прям коркой пошло все на шею, спустилось. Все это жутко чесалось. Продолжалось все это неделю. Я бросила сразу пить все таблетки, которые мне повыписывали, хотя среди них не было, знаете, таких аллергенов. Все побросала и лечилась, мазалась, выводила из себя всю эту гадость, пошла на капельницу. Кстати, я перестала пить таблетки и у меня все прошло само собой. То есть моя болезнь какая-то там, которая была, да. У меня есть знакомый врач, и она сказала, что Женя, если есть возможность купить в Америке витамины, то покупай их в Америке, а не у нас. И, девчонки, конечно, не занимайтесь самолечением. Обязательно проконсультируйтесь вначале с врачом, прежде чем покупать какие-либо препараты. Может быть, они вам не нужны, может быть, потому что у вас аллергия. Я не врач, и не могу вам гарантировать, что они вам подходят, да, эти все препараты, таблетки, витаминки. Поэтому вначале проконсультируйтесь со своим врачом, а затем уже заказывайте на сайте то, что вам действительно нужно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok